Всем привет! Вы на канале XDelayed. Приближается Новый Год, а вместе с ним и показ «Возвращение в Хогвартс» с последующей трансляцией всех восьми фильмов о Гарри Поттере на HBO Max. На наш взгляд, это отличный повод вновь вернуться в детство и вспомнить про игры из одноименной серии. И сегодня у нас на рассмотрении вторая часть, которая, если судить по комментариям к рассказу о первой игре, многим особенно запало в душу. Ну а прежде чем пойдете искать платформу 9 и 3 четверти, не забудьте проверить цвет кнопки «Подписаться должен быть серым». А также позвоните в колокольчик, ведь мы выпускаем новые видео каждый день, очень просто пропустить что-нибудь интересное. Итак, занимайте места согласно купленным билетам, Хогвартс Экспресс готов отправиться в путь. С возвращением в Хогвартс. Конечно же, здесь многое поменялось и даже добавилось много нового, но сердце игры, то есть геймплей, все равно остался прежним. Мы также изучаем локации, ищем секреты, выполняем сюжетные задания. В остальном же, все, что сиквел унаследовал от первой части, подверглось разной степени изменениям. Чтобы обнаружить их, нужно покопаться, но некоторые видны невооруженным глазом. Например, немного улучшилась графика. Лица у персонажей теперь анимированы, текстуры стали детальней, а сама картинка в целом стала менее угловатой. Заметно подтянулась работа с освещением, что особенно видно в тех местах, где лучи солнца проходят через окно. Теоретическая и практическая части уроков также претерпели изменения. На смену рисованию фигур на скорость пришла простая мини-игра, состоящая из трех этапов. И если вы вдруг ошибетесь, вам просто скажут начать заново. Что же до практикумов, то здесь добавилось ограничение по времени. Не переживайте, в самом начале его дают достаточно, и немного продлевают за каждую найденную вами звезду помимо главной. Нахождение же последней завершает испытание. Если вы вдруг не сумели собрать все звезды и тайники с первого раза, можете спокойно вернуться, чтобы пройти практикум еще раз и побить личный рекорд. Также стоит отметить, что по сравнению с предыдущей игрой, обучение более динамичное и нативное. Хотя, конечно, все еще немного выбивают из общей атмосферы фразы от персонажей в духе «Направление полета метлы можно изменять с помощью клавиш со стрелками». Да, это была тренировка по квиддичу. Если вы испугались, что все как в прошлой части, то успокойтесь. Во-первых, тренировка – это единственный обязательный полет за всю игру. Во-вторых, сам процесс стал гораздо проще и удобней. Направление движения метлы можно регулировать мышкой, а не только стрелками. За счет этого лавировать между бладжерами и препятствиями стало проще, да и шкала погони за сничьем заполняется гораздо быстрее. Впрочем, теперь снизить ее может не только отставание от заветного золотого мячика, но и атаки игроков из команды соперника. Хотя, не переживайте, мы можем ответить им тем же. К слову, комментатор Ли Джордан тоже никуда не делся, правда, за год он слишком уж возмужал. Меня зовут Ли Джордан, добро пожаловать на сегодняшний матч! Это был Ли Джордан, и я говорю вам, до новых встреч! Также за счет простоты управления значительно уменьшилось время, которое нужно тратить на один матч. А еще провести соревнования по квиддичу теперь можно не только из главного меню, но и если просто зайти на стадион. Все, кто был на нашей экскурсии по Хогвартсу, если вдруг пропустили, то ссылочка будет в описании, наверняка удивились тому, как изменился двор. Да, вы все правильно поняли. Территория замка значительно расширилась, а планировка локаций с первой игры слегка поменялась. Добавилось множество новых мест. Например, подземелья, гостиная Гриффиндор, кабинеты, большой зал, комната, в которой можно посмотреть, какой факультет сколько баллов набрал, госпиталь и, самое примечательное, крыло с теми самыми лестницами, которые меняют свое направление. Интерьеры прибавили в деталях, появилось больше интерактивных объектов. Конечно, убрали бьющиеся вазы, но зато добавили множество новых тайников, заглядывать в которые вы можете практически в любое время. Но это уже другая часть нашего рассказа. Как вы уже поняли, возможность свободно исследовать Хогвартс – это одно из главных нововведений. Даже если какой-нибудь студент говорит «бежим скорее сюда», чтобы довести вас до следующего сюжетного момента, вы можете не обращать внимания на его слова, а уйти осматривать другую часть школы. Да, теперь можно спокойно выйти из замка на улицу и наоборот. Такая свобода не распространяется только на сюжетные локации. В остальном же хоть весь Хогвартс вверх дном переверните. Правда, с порога у вас все равно не получится это сделать. Поначалу многие двери закрыты, а в некоторые места без знаний определенных заклинаний не добраться. Но даже сразу после обучения игроку доступно достаточно локаций для освоения. К тому же из заклинаний предыдущей части у нас остались Флиппенда, Аллоамора и Люмос. Не переживайте, если вы, поддавшись исследовательскому духу, забредете куда-нибудь в неизвестное место. Ориентироваться в Хогвартсе стало немного проще, за счет карты, комментариев Гарри о том, где мы оказались и визуальных ориентиров. Например, вот по таким баннерам всегда можно найти практикум, который хочется пройти еще раз. Вам что, не знакомы эти символы? Оно и понятно, ведь в Тайной Комнате нам предлагают целых четыре новых заклинания, а с учетом дуэльного клуба шесть. Ректус Эмпра помогает оглушать врагов, Дифиндо резать плющ, паутину и веревки. С помощью заклинания Скурдж можно избавляться от эктоплазмы и назойливого пивза, а после применения Спунгифай можно очень высоко подпрыгнуть в определенных точках. Во время дуэлей также доступны Экспиль Армус, который отражает заклинания противника, и Мимбл Вимбл, мешающий оппоненту применить следующее заклинание. Что за дуэльный клуб такой? А это еще одно нововведение, и как и в случае с Квиддичем, его посещение обязательно лишь один раз по сюжету. Потом же можете возвращаться туда или через меню, или пройдя к комнате за главным залом. Зачем нужно это побочное развлечение? В общем, в дуэлях можно выиграть конфеты. Или же проиграть. Тут все зависит от ваших навыков. Возможно, здесь вы подумали, что нам вновь придется все нести братьям Уизли, чтобы получить от них карточку. Вы, конечно же, правы, но лишь отчасти. Берти Ботс в сиквеле стали полноценной валютой, на которую можно купить снаряжение для Квиддича, карточки, слизк нижнего червя и кору рябины. И рыжие близнецы далеко не единственные торговцы. По всему Хогвартсу можно найти студентов с чем-нибудь полезным. Правда, пока не поговоришь с учеником, не узнаешь, что конкретно он продает. Важно помнить, что количество товара у них ограничено. Собственно, как и запас ваших конфет. Где же их взять в больших объемах, если с сундуков, тайников и рыцарей можно получить не так уж и много, а в дуэли и вовсе можно проиграть. Итак, представляем вам комнату победителей. Чтобы туда попасть, нужно заработать больше всех баллов для своего факультета. Да, теперь в переживании об этих цифрах появился практический смысл. Чем больше у факультета победителя разница с занявшим второе место, тем больше времени будет дано, чтобы пособирать конфеты. Получать баллы можно за быстрое прохождение практикумов со сбором всех звезд, а также за регулярное участие в матчах по Квиддичу. Помимо накопления баллов и сбора драже, у нас по-прежнему есть поиски коллекционных карточек, где тоже не обошлось без ряда изменений. Во-первых, общее количество трофеев увеличилось с 25 до целых 101. Во-вторых, теперь все карточки делятся на три ранга – бронзовые, серебряные и золотые. Последние можно собирать только в специальной комнате за отведенное время. Доступ к этому залу можно получить, если собрать все серебряные. Это особенно будет интересно тем, кто любит коллекционировать разные в играх. Более прагматичных игроков, скорее всего, будут волновать только бронзовые карточки, ведь за каждые 10 штук Гарри дают еще одну полоску выносливости. А вкупе с лечебными зельями выносливости вам понадобится очень много. Кстати, зелья вы можете сделать самостоятельно вот в таких котлах, расставленных по Хогвартсу. Помните, ведь ранее мы упоминали слизь и кору? Они нужны именно для того, чтобы создавать спасительные зеленые бутылочки. Ингредиенты можно добыть как у торговцев, так и найти на некоторых уровнях. И вот вам совет. Лучше приберегите зелья до битвы с финальным боссом. Во время игры лечитесь лягушками, их и так достаточно. Помимо прочего, список врагов в игре тоже расширился. Добавились чертята, лесные духи и пауки, как большие, так и маленькие. Никуда не делись также и создания из предыдущей игры, став агрессивней и умней. Пикси долетают быстрее, а улитки, стоит вам попасться в их поле зрения, несутся прямо на вас с совсем не улиточной скоростью. Кстати, их, как и огнекрабов, теперь после оглушения можно оттолкнуть заклинанием флипенда. Злобные растения научились передвигаться на ложноножках и быстрее приходить в себя после ваших атак. Гномы теперь встают тоже быстро, но если успеть до этого момента схватить мелкого хулигана за ногу, можно зашвырнуть его в ближайшую нору. Да, это хороший способ отыграться за все унижения от этих созданий, полученных во время первой игры. Никуда не делся инозойливый пивс. Встречи с ним теперь довольно спонтанные. Этот полтергейст любит выпрыгнуть из какого-нибудь сундука. Но, к счастью, сражения с ним не обставлены как битвы с мини-боссами. Теперь достаточно всего несколько раз взмахнуть палочкой, чтобы заставить негодника убраться во свояси, что значительно упрощает игру. Так, возможно, на этом моменте вы уже заметили, как часто слова «удобнее» и «проще» мелькают в этом видео. Все дело в том, что игра во многом стала более дружелюбной к игроку. И проявляется это не только в крупных аспектах, но и в мелочах. Например, добавилась возможность пропускать катсцены. В главном меню теперь можно посмотреть количество тайников, расположенных на локации, и сколько из них вы уже нашли. А также активную сюжетную задачу и уже упомянутую карту. А, и еще, прежде чем съесть, теперь за лягушками нужно побегать. С одной стороны, это немного неудобно, особенно когда нужно срочно поправить здоровье. Ну а с другой же, ее легче обойти, если у вас нет необходимости в восполнении выносливости. Наличие таких мелких изменений безусловно приятно. Но как они, вкупе с серьезными переменами и нововведениями, повлияли на качество игры? Тайная комната – это тот самый случай, когда перемены к лучшему. В игре стало гораздо интереснее проводить время. Помимо сюжета, тут всегда есть где побродить и чем заняться. А тот факт, что теперь многие занятия совмещают в себе развлечения и практический смысл, идет игре только на пользу. Секреты теперь искать интереснее, ведь они лучше спрятаны, и для открытия некоторых из них нужно совершить несколько манипуляций. Атмосфера сказки никуда не делась, и поддерживается по-прежнему замечательным саундтреком, в котором композиции с первой части соседствуют с новыми мелодиями. Локации стали еще разнообразнее и креативнее, при этом платформинг не такой сложный, как в первой части. Да и в целом, раздражающих и неудобных моментов стало гораздо меньше. Также к достоинствам можно отнести тот факт, что теперь игрок сам себе задает темп игры. Конечно, в предыдущей части нам никогда не давали заскучать, но порой хотелось передышки. Здесь же мы вольны, типа сюжету, когда захотим. Да и перед выходом теперь можно сохраняться около расставленных по Хогвардсу книг, что очень удобно. И естественно, игра не идеальная, свои минусы в ней тоже есть. Например, битва с финальным боссом вообще за гранью добра и зла. Особенно огорошивает вторая фаза, наступающая довольно внезапно. Иногда от напряжения хочется буквально в волосы на голове рвать. Конечно, с попытки эдак дцатой, когда все паттерны и тайминги заучены, победить злодея можно. Но по идее дотерпи до долгожданной победы. В качестве солидарности призываем поставить лайк каждого, кто в свое время еле прошел игру или бросил именно из-за финального сражения. Ну и еще один момент, который для многих может стать минусом, это интерпретация истории. О многих событиях нам рассказывают на фоне крыши Хогвардса под ночным небом. Вид бесспорно красивый, но в какой-то момент надоедает и хочется увидеть полноценную кат-сцену, которые здесь, к слову, выполнены очень хорошо. Однако все эти недочеты теряются в потоке всего хорошего, что может предложить сиквел. Симбиоз улучшенных элементов из старой игры в сочетании с новыми решениями отлично работает, вызывая у игроков яркие и положительные эмоции. В конце концов, ничто не сравнится с теплым чувством возвращения в знакомое любимое место. Чувством, которое испытываешь, как только оказываешься в коридорах Хогвартса. Так, кто свет выключил? Опять пивз шалит. Люмос. А вот другое дело. Теперь вы можете увидеть имена наших патронов и бустеров, которым мы хотим сказать отдельное спасибо. Именно благодаря их поддержке, наши авторы могут делать видео на те темы, которые им самим интересны. Если тоже хотите стать нашим спонсором и получить доступ к разным приятным бонусам, просто загляните в описание. Все необходимые ссылки там имеются. Также мы благодарим всех, кто нас смотрит и оставляет теплые слова в комментариях. Ведь, как мы говорили в прошлый раз, ваша поддержка и есть самое настоящее волшебство. Спасибо, что досмотрели до конца и до новых встреч в следующих видео.